Команда перестанет просто мотивироваться процессами, ростом компании и так далее А потом, если он выполняет какой-то пул работ, вы ему обещаете, что дадите какой-то бонус И это нормальная часть роста любого человека — совершать ошибки Увольняйте кандидатов легко Управляя командой, не усложняйте Самое простое — это созвониться с человеком Поэтому первое, что мы делаем, когда начинаем любой проект, любую работу Это определяем каждодневные созвоны И созваниваемся с одним даже человеком, вашим ассистентом Вы с ассистента начинаете уже эти созвоны И вы с ним просто созваниваетесь и обсуждаете дела на сегодня Дела на сегодня вы обсуждаете всегда, исходя из цели Поэтому первое, что нужно сделать — это поставить цель себе и команде Сначала вы говорите об этом ассистенту Потом, когда у вас команда большая, это знает себя команда Так или иначе Сначала ставите цель, потом, исходя из цели, сформируете список задач и каждый день созваниваетесь и обсуждаете движение по этим задачам вторую штуку которую мы делаем у себя в команде это когда людей становится больше чем один в команде даже даже в рамках одного человека это когда человек который работу вас команде утром до 11 часов утра конкретно в нашем случае пишет список задач которые он сделал за вчерашний день и который планирует сделать сегодня вот и эта простая привычка создает как бы общий тонус команды когда они во-первых созваниваются каждый день во-вторых спишут список конкретных задач на сегодня и на вчера таким образом это дисциплинирует в целом команду третий момент до который тоже считаю супер важным обсудить это настроение в команде это тот настрой с которым вы вообще в целом людей находите из которым они у вас работают стоит понимать что не нужно играть какого-то крупного начальника недавно такое выражение слышал что чем меньше организация тем важнее генеральный директор поэтому вам не нужно играть по поводу крутого начальника вам нужно общаться с людьми по-человечески поэтому это супер важно общаться с людьми по-человечески идем дальше до людей нужно вовлекать вовлекаются люди в цель в процесс в результаты поэтому им нужно рассказывать куда вы хотите прийти их нужно в это погружать во первых вы должны знать это сами куда вы хотите прийти каким результатом какую компанию построить какую выручку сделать какую чистую прибыль и дальше в это вовлекать людей рассказывать им про это говорит что я хочу сделать вот такую-то выручку хочу продавать вот такие-то товары хочу достичь вот таких результатов вот в такие-то сроки и дальше вовлекая что значит вовлекать да вам нужно говорить давай мы сделаем это вместе как ты думаешь что ты можешь сделать для того чтобы мы эту цель достигли и вы вот так вот в обсуждениях с командой вовлекаете их в результат они понимают что они влияют на эти результаты в компании это очень важно поэтому подытоживая нужно созваниваться каждый день каждый день писать в чате что сделал за вчера что будешь делать сегодня и нужно команду вовлекать чтобы им как и вам было интересно масштабировать ваш бизнес